я полностью закона так ты буду просто красавчик шучу так намного лучше лучше съездили вчера день рождения друзей отмечали на на пляж ну и на шашлык просто на пляж там все-таки шашлыки нельзя так в первых ну пытались найти такой дальше поменьше прошу бы немного народу было и в итоге оказалось это нудистский пляж то есть насмотрелись какая разница ну здесь ты разделся то пошел до 1 вторых солнце такое жесткое мы полностью все обмазались там нашим не сгореть еще и и одно место пропустили это короче у меня полностью сгорели верхняя часть я не раздевался такой степени верхняя часть ступня прожилская разница если вы настоящие дутисты пофигу должно быть наоборот прикольно мы не настоящие нудисты к сожалению так посмотрели надписи знаешь оставил кефиром потом раз загорел стер у тебя такая надпись какая-нибудь да как татуировка она потом в ванне смоется но зато удовольствие то сколько да следующий раз так и сделаю кстати надо кефирчиком будет прикол такой как-то советском фильме там кто-то заснул да и бука мне не бричную надпись а камнями по моему выложишь такое рекоменде кефиром это он заснул проснулся за что коптеры там даже стыднее чем пляж голубь можно такую надпись сделать что будет стыдно вообще раздеваться в приличных и неприличных местах ну я предлагаю начать давай давай весело с гиканьем шутками прибаутками всем привет вы видите и слышите альбертыча и стефаныча которые продолжают клеветать это значит что в эфире шоу альбертыч и стефаныч клевещет почти интеллектуальное на всяком случае мы стараемся и напоминаю что мы выходим не только на юбе теперь но и на разных подкаст сервисах все ссылки есть в описании в общем боремся с коронавирусом как только можем точнее стараясь его не замечать в принципе напоминаю что мы находимся в разных полушариях этой планеты поэтому мы охватываем все события в мире и собственно одно из важных вот с него и начнем одно из важных событий которое произошло на этой неделе я потерял это собственно да да то чего нет соединенных штатах америки где люди исключительно трудятся за деньги в нашей стране люди могут трудиться за просто так делать хорошие дела хорошие вещи я сегодня везде и представлял если трампа вообще заставить выйти до субботник вот вообще существуют какие-то вещи ценности которые бы позволили трампу хоть что-то вообще сделать жизни бесплатно конечно же нет а вот белорусскому руководству и нашим людям есть еще ценности которые позволяют выйти именно как мы видим сейчас садить деревья до садить деревья для озеленения нашей планеты дело это благородное кто бы это не делал я считаю это очень хорошо понимаешь все мировые средства массовой информации обратили внимание что александр григорьевич на субботник вышел с новым партнером так сказать компаньоном в этот раз он взял с собой маленькую собачку я где-то читал уже аналитику что возможно это уже готовит себе преемника на пост главы республики беларусь и беларусь может стать первой страной в мире руководить который будет шпиц в принципе это интересная идея это шпиц да это белый шпиц это белый шпиц во первых тут нужно понять и создать следующее тут работа на эко-имидж помимо посадки деревьев это еще собаки все вокруг живое птицы собаки и вот для несгибаемого рыцаря революции для несгибаемого рыцаря власти крайне важно благородить чем-то имидж должно быть что-то маленькое добрая белая пушистая которое должно показать человечность и вот эта собака она и есть символ этого да это своего рода хорошая такая вещь для в общем-то изменения имиджа на руководителя то есть руководители а разве у него плохой имидж по моему добрее и человечнее где-то слишком строг вот для запада и для других людей должно быть какая-то маленькая слабость а вот такая беленькая собачка она показывает и человечность и а маленькую слабость любви к нежным небольшим животным плюс это не огромные какие-то собаки с которыми там появлялся путин это небольшая карманная собака которую можно поместить в какую-то там сетку сумку носить с собой так далее плюс и приходит придет время когда придется расставаться с детьми это со всеми родителями бывает собака она хороша тем что она может скрасить эти ноги вечер да и в общем то есть чем заняться прогуливать хорошо а как на имидж влияет вот эта женщина в камуфляжной форме которая рядом с президентом она просто ассистирует это просто ассистент человек который подносит тут знаешь как подносят снаряды патроны в окопах вот эта женщина подносит саженцы это совершенно нормальная вещь да и в общем-то тот человек который что-то садил хоть раз деревья конечно сам понимает что должен кто-то ассистировать когда это ассистирует мужик не знаю когда ассистирует блондинка в камуфляже это эротично это приятно если бы я садил деревья скажу честно и мне сказали слушай чувак вот выбирай давай или тебя ассистирует мужик какой-нибудь там лесник пропитый там запахом не знаю там самогона чеснока и сигарет астра или будет ассистировать симпатичная молодая здоровая женщина честно я выбрал бы женщину я понимаю в современном мире это очень странно многие выбрали под такого мужика грубого с огрубевшими руками да вот у меня так вышло в жизни что я бы выбрал тоже женщину поэтому средь ассистентов неплохой выбор домой я предлагаю перейти от зависти к успеху александра григорьевича настоящим природным проблемам в общем вокруг калифорнии на данный момент ну как вокруг они не могут быть вокруг они только на западном побережье калифорнии до скопились скопились куча нефтеперевозочных танкеров по оценкам специалистов у которых на борту которых 20 процентов нефти необходимых всему миру в течение одного дня вот это интересно да да и сейчас я пытаюсь видео собственно включить которые бы это показывала но в и съемки сверху они конечно мягко говоря впечатляют во первых до всех танкеров находится команда до люди которые сколько не там будут находиться в какого дела первых психологическом состоянии третье вот и очень важное главное то что ты мне вначале рассказал люди этого не слышали в том что американцы вот и ездят до шашлыки до побережья океана они же могут случайно при растопке костра раскладывая случайная искра обронит а вот это кстати реально беспокоит да потому что их даже если хотя бы один из этих танкеров уже начнет протекать уже проблемы понимаешь но катя по поводу насчет искры тут в некоторых местах калифорнии не неважно по поводу этих танкеров тут в воде бывает нефть просто потому что в калифорнии есть месторождение нефти и она вот ну настолько в некоторых местах просто сама по себе да подставляя ведро да но это очень это очень маленький объем да вы понимаете что на машине и помыл машину в океане и заправился нефтью собственно и нефтью же и помыл машину в ухе будут прилипать вообще не знаю ситуация конечно с нефти в данном случае дело в том что дело наверное не в том что это сша вообще это будет опасностью для всего мира если не дай бог где-то начнет разливаться начнутся какие-то нефтяные пожары или еще какие-то безобразие скажется это на мировом климате в том числе что будут делать американцы вообще со всей этой ситуации с танкерами которые заполнены нефтью я не знаю хотел бы спросить у тебя если вообще какие-то планы или они там будут стоять годами пока нам не кончится вирус или какой-то кризис не закончится начнутся невероятные повышения цена есть у американских властей или компаний корпораций которым кстати доплевать всегда было на экологию между нами говоря вообще насчет этих танкеров ну планы их разгружать потихоньку самое главное что я читаю о том что вот успех к этим статье в первую очередь написано о том что власти калифорнии пытаются как-то помогать морякам на этих кораблях то есть действительно их больше беспокоит что люди находясь вот там могут у них закончится там пища вода и вообще не грустить на жаре вот просто на этой железяки которая заполнена нефтью сидеть неделями причем не поливать перспектив вообще всего этого даже при том что видимо там есть очистки кондиционеры и возможно там достаточно комфорта все равно не знаю перспектив сидеть на бочке наполненной нефтью посреди моря конечно балла приятного моему да понятно что все профессионалы все там плавали как угли плавали знаем да как в известном советском мультике да вообще то что может произойти не дай бог это конечно последствия очень плохие я вижу открываешь новость и у меня по поводу этой новости была невероятная радость во первых расскажи об этой новости а потом я поделюсь этой радостью до американские военные официально пентагон официально опубликовал три видео неопознанных летающих объектов то есть военное ведомство огромнейшей стороны официально признается что они засняли нло независимо то есть не это не какой-то знаете снятый чуваком с дрессующейся камерой какой-то светящаяся точка ничего подобного правда к сожалению и здесь не особо такое видео на котором что-то можно нормально рассмотреть и на этих видео но у людей же у пентагона куча приборов которые там фиксируют перемещение там тепловой след прочее прочее радары и так далее то есть они официально утверждают что это летательный объект который они не смогли идентифицировать никак ну во первых вот эти съемки фигурируют в десятках фильмов и программ а я смотрел съемки и фильмы какие-то где люди серьезные специалисты из голливуда и специалисты анализируют это съемка самолета ведется на автоматически да то есть это не какая-то художественная съемка почему это не подделка по той самой причине как заявил один из голливудских такое шило такое неинтересное снимать как подделку просто неинтересно это не вскрытие доплодитянина в чем радость в том что официально крупнейшая организация министерство вообще официальные лица заявили что такой факт существует обратите внимание здесь говорят не об инопланетянах тут говорят о том что существуют некие объекты которые появляются периодически у военных баз у ядерных объектов и их сложно идентифицировать принадлежат ли они какой-либо стране откуда они появляются опять же куда они исчезают кстати очень важный момент для людей которые летчиков простых там не знаю моряков которые утверждали и свидетельствовали в пользу того что они это видели над ними многими насмеха насмехались объявляли сумасшедшими поэтому многие люди стесняются говорить о том что они наблюдали такие явления поскольку мой отец являлся офицером длительное время вооруженных сил врачом и так далее в частых беседах пилоты самолетов которые летали над балтийским морем говорили что иногда не замечали подобные летательные объекты они не утверждали что это инопланетяне но то что это неопознанные объекты то что их наблюдали многие люди такой в такие факты наблюдались такие факты существуют они никогда не говорили не писали рапорты официальные конечно их бы отстранили просто от полетов либо отправили на психиатрическую экспертизу это крайне важный момент для людей которые длительное время пытались доказать свою правоту и сказать что факты существуют мы не лжем не врём мы психически нормальные люди это очень важный момент торжества правды скажем так кстати многие люди наблюдали в своей жизни такие явления может быть кто-то из наших слушателей скажем видел они могут написать об этом высказаться и высказать свое мнение насчет этого потому что есть люди которые очень часто наблюдали весьма странные явления в своей жизни они не будем над вами смеяться не будем да никто да потому что такие факты существуют и наконец это признали в общем-то в нато и и в официальных организациях вообще мне бы хотелось конечно чтобы в мире у нас оставалась какая-то часть необъяснимого еще знаешь вот не хочется все ты знаешь вот эти три неопознанных летающих объекта а потом там выяснится что это какой-нибудь пьяный лётчик из канады залетал и не отвечал на это берзу нашли по голосу определили их что это за люди к ним есть фильм целый им позвонили летчик которые комментируют там есть и цензурная лексика когда он видит он ловит его в прицел те кто вообще разбирается он ловит его в прицел и он исчезает из прицела как бы убегает он там как бы нехорошо выражается нашли этого человека он просто как и большинство пилотов которые вместе с него участвовали в этом полете они отказались просто это комментировать они хотят продолжать свою карьеру и естественно подтверждение того что где-то видели плохо бы сказалось на их продвижение по службе и возможно на многих других вещах потому что их семьи их надо кормить и проще сказать что я просто этого не видел я хочу этого комментировать есть единицы которые все-таки как честные служаки такие американские это комментировали кстати то же самое я уверен есть наверное в россии в беларуси возможно люди которые это видели могли бы по-честному об этом рассказать является ли это инопланетянами либо кем-то другим никто не утверждает может быть это изобретение китайских спецслужб или спецслужб там россии которые следят за военным за военными маневрами там или за какими-то другими вещами неизвестно но то что такие факты есть и они были главное то этого это об этом говорили люди утверждали много раз собственно союз мультфильм хочет вернуть права на чебурашку переданные в японию и как раз недавно в японии вышел 3d мультик которые японцы и нарисовали на основе этих прав я вот оставляю тут кадр но вы на ютубе можете найти полностью этот мультик посмотреть хотя бы ради озвучки просто посмотрите посмотрите как это выглядит мультик реально сделан вот как советский был вот этот кукольный вот он похож один в один очень очень японцам это дело нравится альберта че че ты у чебурашки уши как у зайца что ли ли это это они костюмы надели не волнуйся они так у дяди гены тоже смотри крокодила гены тоже это они типа розовые костюмы одели да розовые костюмы зайцев по словам председателя правления союз мультфильма юлианы слащевой права на японский на использование образа чебурашки японская компания получила 16 лет назад от предыдущего руководства союз мультфильма и нынешняя считает текущую версию договора недействительной это вообще удобно это всегда вот в россии так работа и в нашей в беларуси везде бывших советских странах когда приходит новый директор и говорит предыдущий директор был дебилом все что вы с ним договаривались не имеет никакой силы юридической давайте договариваться снова проблема для свой смультфильма только в том что договор был составлен по японскому законодательству и все судебные разбирательства по нему будут проходить в японии дальше удачи конечно с этим делом но я вспоминаю вот эту позорную кошмарную историю как союз мультфильм судился с успенским сколько вообще успенский потратил на это здоровье да я просто знаю что такое тяж бы до судебные и сколько не забирает вообще здоровье у людей они делают многих людей инвалидами вас можно маски это создатель чебурашки и каникул в простоквашино союз мультфильм с ним судился постоянно да и возможно одной из причин преждевременного ухода из жизни этого гениального человека успенского эдуарда кстати он сделал простоквашино а он судился кстати за простоквашино да там насколько я понимаю за продолжение ему категорически не нравилась новая версия простоквашино кстати и специально посмотрел он смотрел ребенок не на тоже категорически не нравится знаешь вот я бы стал другой мультфильм просто с другими героями 7 так хотелось креатива и чуде бея против гаррика сукачева который там озвучил против других людей но зачем у пожилого человека талантливого забирать остатки здоровья вот этими процессами не понимаю я считаю вот эта история она обернулась той самой частью к союзмультфильму которая не обернули свое время к успенском да я не буду тут распространяться каждый человек там верит в баланс добра и зла либо безусловно большинство людей хотелось бы чтобы побеждала добро или как говорится всплывала известная так сказать часть там фекалия различные и так далее но здесь вот они всплыли вот в этой ситуации с чебурашкой из заключенным контрактом с японцами мне еще интересно по этим по всем этим новым мультикам которые делаются и все не новым а пересъемки пересъемки советского наследия что там почему-то меняется просто посыл постоянно если в советском оригинале какой бы он там не был одиозным но посыл довольно понятный вот такой добрый то в российских мультиках они всегда какие-то ну что ли злые становятся нет там нужно и знаешь а вот я посмотрел четыре серии специаль даже больше нового вот этого простоквашина а он просто никакой в этом мультике нет драйва это приблизительно так его давалишь ты пиши сценарий для нового простоквашина его давали это сколько ты мне там отвалишь ну отвалю столько-то баблище его давалишь в принципе профессионал хороший автор пришел написал этот сценарий его сняли в этом мультике вообще отсутствует драйв какой-либо то есть там отсутствует чувство эмоций то есть дали бабок все отдал бери но и разошлись но проблема в том что вот эти мультики которые так сказать старые версии те актеры которые там присутствовали мало того что они были высоко против высокого профессиональными именно актерами не певцами не деятелями шоу-бизнеса они еще были очень характерными людьми а людьми так сказать много пережившими прошедшими имеющими театральный опыт очень правильно хорошо говорящими на русском языке прошу прощение извинения и все потому что я не говорю хорошо по-русски поскольку я не живу в россии в санкт-петербурге москве и так далее и все это очень приятно для людей которые нравятся определенный язык которым нравится интересный такой сценарий характерная роль какая-то и так далее а вот эти мультики деде какие просто нету таланта в них давай скажем так там не то что таланта это просто истории сделанные за деньги это просто какая-то жвачка мыльная опера и нескончаемый сериал вот если бы вообще просто квашина началась с таких серий без тех серий которые делали там успенский то бы другие люди раньше на союз бульфильм вот началась бы то этот бы конечно мультик никаким культовым не был это бы был один из многих проходящих мультиков коих снимается там миллионы до постоянно в разных странах ты считаешь надо ли японцам отдавать я просто вот вижу я посмотрел этот японский а вот я не смотрел вот хороший я не знаю о чем там идет речь просто делается уже на японском языке но визуально вот прям вот чувствуется вот что как они с любовью оставили вот этот кукольный антураж да то есть он конечно в более осовременен там более высоком разрешении больше больше кадров движения давно вот визуально сделано очень хорошо и мне кажется если в японии так любят чебурашку почему ну почему им не отдать это делать зачем пытаться отбирать в принципе то я вспомнил кстати была раймонда паузская мелодия миллион алых роз для аллы борисовны пугачёвна сочинял мелодию японцев есть своя перепевка они любят вообще эту мелодию пауз они часто используют я видел как люди реально рыдали которые люди которых эмоционально глубоко затрагивала эта мелодия я считаю это крайне важно для композитора где бы люди не жили главное отношение к этому наследию музыкальному творческого и главное чтобы это людям было очень надо а вот если японцам это очень надо во первых есть такое представительство культуры в других странах русским губы конечно очень важно было бы гордиться тем что их мультик этот сюжет почти без изменений в такой развитой в такой высоко культурной стране как япония воспринимается людьми и люди его любят никто не собирается ничего дарить и но тут нужно понимать что существует понятие презентации культуры другой страны где-то а это очень хорошие прекрасная презентация допустим культуры советского союза потому что все таки это достижение стято в советском союзе потому что вкладывали деньги в это и таланты съезжались из разных республик не только из россии это были украинцы и евреи и белорусы и узбеки торг беды кто и угодно вспомним кстати норштейна норштейн вырос в минске вместе со своей женой ехал в москву создатель ёжика в тумане да то есть он часто приезжает в белоруссию знает белорусский язык то есть это вообще достижение советское и ну я считаю что если людям это нравится почему это не оставить пусть люди получают от это удовольствие и делятся с другими наша следующая уже почти постоянная рубрика русская православная церковь против коронавируса я бы даже сказал против здравого смысла скорее даже сразу несколько новостей во-первых в свято-элизаветинском женском монастыре единственном действующем православном монастыре в минске 100 из 130 монахинь заболели коронавирусом при том что неделю назад на пасху они приняли у себя десятки верующих которые пришли в храм они были открыты девеевский монастырь ниже в нижегородской области закрылся до карантин потому что 48 монахини обнаружили коронавирус и в прошлом выпуске мы с тобой помнишь обсуждали что умер настоятель елоховского храма в москве у нового настоятеля елоховского храма обнаружен коронавирус вопрос когда русская православная церковь обретет здравый смысл наконец-то найдет когда бог да свеча им разум отвечаю тебе это вообще четыре разных историй еще есть и пятая история умер сегодня от коронавируса в минске священник он один из немногих вообще который вел на белорусском языке у него не было никаких специальных титулов да он никакой не делал карьеру он был очень хорошим человеком о нем очень хорошо все отзываются далее история с водостырями не знаю что было в россии про монастырь который ты сказал в минске этот монастырь занимается очень разной деятельностью в том числе коммерческой до блоге монахи ездят за рубеж у них есть специальные такие экспедиции за рубеж где не продают разные вещи возможно не привезли за рубежа это связано вообще не с религия с бизнесом а вот нужно разграничить есть или вера что ты можешь заразить я с тобой полностью согласен а скопление людей а скопление людей в церкви связано с религией безусловно но этих людей туда силой никто не приглашал не заталкивал не тащил это из разряда никто силы не заставлял обращение павла белорусского в общем-то было обращение по суши у меня есть сравнение в калифорнии начал начался карантин тут все церкви закрылись и у них огромные баннеры приходите на наши онлайн службы все никаких проблем никаких прихожан в церквях никаких какого распространения коронавируса через религию ты знаешь говорили что в москве вообще делали тайные службы то есть да в самом деле вы можем тайны вот андеграундные службы куда люди тайно съезжались и все равно праздновали пасху еще это это еще раз не говорят это даже конкретно снято видео было на которую пришел этот охлобыстин и накинулся на снимающего охлобыстин это актер да это актер шоумен который по какой-то он еще там параллельно и вроде как рукоположенно в священнике он занимается широкой деятельностью в шоу-бизнесе и там понятное дело что но с деятельми шоу-бизнеса случаются такие истеричные нарциссические припадки которые выливаются в мордобой там киркоров охлобыстин мы не будем сейчас обсуждать это люди очень похожие да по своему психологическому такому складу есть тогда различие небольшие в интеллекте тут они столь важно главный характер до человека поэтому здесь я считаю что решение людей это решение людей тоже очень много зависел это к сожалению огромному многие люди безответственно относятся к того что происходит частности постсоветских странах люди привыкли действовать на ось и есть такие не всегда хорошие представления правильные а я вижу ты рассматриваешь девушек до рассматриваю девушек я хоть я хотел просто добавить если нас слушают религиозные люди которые хотят ходить в церковь бог не просто так дал нам свободу воли не для того чтобы мы бездумно следовали всем ритуалам которые говорят нам что надо делать и только через них мы обретем царствие небесное вы должны использовать свой мозг во всех ситуациях не только в религиозных если в мире происходит какая-то хрень подумайте стоит ли вам идти в церковь если пропустить несколько походов в церковь вы точно бог вас не перестанет любить так что пожалуйста есть варианты это поститься дома до молитва несколько раз в день и так далее и тому подобное не буду рассказывать эти священнослужитель главное не только болитвы и поститься главное соблюдать христианские принципы в отношении к другим людям вот это главное общаетесь но это по боему субъективному мнению принципы еще очень просты изложены не в новом завете собственно тут ничего не добавить не убавить ничего пока альбертыч играется с картинками обнаженных женщин на пляже в этот момент вот с улыбкой как раз жена этого не видит чем он занимается гладит стрелочкой мыши различные части фотографии это у нас на экране регина тодоренко которая была названа женщиной года по версии журнала гламур как была названа так и была лишена этого звания собственно по этому поводу и новость по той простой причине что внезапно она решила в интервью каналу people talk tv сказать что женщины которые говорят о том что мужчины их избивают психологически больны и что ты сделал для того чтобы он тебя не бил то есть регина считает вприну как бы опять виктимизация вот этих как как-то лучше правильно это сказать что жертвы насилия делают все это сами да это стадо и то есть ну да и а есть такая теория что любая ситуация которая случается с человеком человек сам ее создают тебя изнасиловали ты сама как-то вызывающие отделать если тебя бьет муж значит ну ты к этому это известный пример когда до была изнасилована что это известный пример приводит представители этой теории школьница в четыре часа ночи в дальнем углу парка да спрашивается что ты делал четыре часа ночи в парке да там безлюдном а вот гуляла да ну понятное дело на самом деле здесь безусловно телеведущие совершенно не права не права потому что есть люди женщины которые к огромному сожалению они зависят от своих мужей они зависят от в общем-то своих семей очень сильно они очень заботятся о будущем своих детей и вот эта зависимость в том числе и психологической не позволяет этим женщинам нормально реагировать на домашнее досилие плюс есть страды где это досилие считается нормой к сожалению ну давай давай говорите про наши страны то есть я не думаю что страды да есть страды где к себе где бьет значит любит люди которые утверждают что существует патриархат главенство мужчины которые во всем прав я хозяин делаю что я сказала всякие вот эти глупости которые вообще отравляют семейную жизнь плюс не забывайте что есть мужчины огромное количество в наших странах в других которые пьют до которые алкоголиками являются человек в состоянии алкогольного опьянения он не контролирует эмоции зачастую свои и он прибегает не только грубость обдой к рукоприкладству поэтому большинство таких случаев мужчинами совершается как правило в состоянии алкогольного опьянения сколько таких семей да вот не знаю если бы вы провели исследование в ближайшем не знаю микрорайоне или подошли в ближайший ров ты спросили сколько людей задержаны вот за такие вещи и сколько пожаловать это я уверен будет десятки может сотни случаев за неделю я хочу тут еще обратить внимание вот после того как как регина тударенко лишили ну раскритиковали за высказывание лишили титул женщины года она написала в инстаграме я против домашнего насилия простите за некоррект за некорректные формулировки делай вот именно в том то и делай понятно что она против еще важны да а важный момент да не важно вами не забывать не только женщин мужчины где контролируют насилием под таши и но и женщины и на домашние нас конечно и высказывали до серия под таши дик мужчинам десятки случаев когда женщины бери ножом бери какими-то предметами и так далее тут разговор вообще о людях которые не могут словами решать свои проблемы а делают это с помощью физического насилия есть специальные программы для людей которые не могут обуздать себя да есть специальные тренинги до белоруссии кстати такие тренинги тоже есть и на этих тренингах появлялись кстати представители министерства внутренних дел очень интересовались подобными программами их делались и не ошибаюсь шведы там немцы люди из других стран а поэтому этого вообще проблема домашнего насилия это обоюдное а что нет насилия по отношению к детям пенсионерам со стороны родителей я неоднократно да неоднократно был свидетелем когда дочери когда сыновья били оскорбляли своих пожилых скажем родителей есть такая проблема это вообще проблема семейного насилия и это проблема людей которые творят это насилие нужно конечно такими людьми работать и решать эти вопросы а то что девушка так высказалась и потом пошла на попятку ду сказала подожди я хочу объяснить что здесь она как раз не то что она она и не высказывалась за домашнее насилие типа как круто что она и убьет дело в том что она делает тех людей которых бьют она их называет проблемными вы поймите не ничего не можно ничего невозможно никаким образом невозможно считать виноватым жертву в этом насилии это так нельзя делать по той простой причине что жертва тогда будет думать что ну и обращаться за помощью не надо возможно может быть действительно что-то во мне такое есть вы вот вот это очень важно не то что она за да конечно они за домашнее насилие кто вообще какой идиот может сейчас выступать и да правильно пускай ну есть продать несколько идиотов таких ну ладно предположим в данном случае проблема проблема в том что называет психологически больными женщин которые говорят о том что мужья их избивают но это старая история называется с больной головы на здоровую да вот этот принцип часто многих людей работы это так проще объяснить сложные вещи и подобным образом решать если вы являетесь жертвой домашнего насилия кто бы вы ни были там жена муж действительно пожилой человек не терпите рассказывайте об этом сообщайте об этом потому что это никак не может иначе закончится это кончится может быть очень плохо да и можно это плохо да главное понимать одно чем раньше начнешь решать эту проблему чем раньше начнешь и обсуждать тем быстрее можно будет безболезненно решить без плохих последствий в том числе даже иногда летального исхода именно так ну и закончим наверное введением нового кодекса об административных правонарушениях в россии я правда не вижу он уже введен или будет только введен не очень понятно но сведением нового кодекса россиян могут начать штрафовать за лай собак и вой авто сигнализации по ночам хорошее слово могут потому что все думаю что их не буду штрафовать за это да и я всегда думаешь вот надо это делать или нет с одной стороны действительно есть люди у которых эти сигнализации неисправны да и которые постоянно там срабатывают это совершенно неприятно тоже касается любители собак есть у людей по две-три собаки когда они лаят гадят и все это конечно крайне неприятно для соседей безусловно нужно ли с этим разбираться до нужно да кстати у нас до сих пор многие прогуливают собак без наморников допустим это более кстати важно по моему мнению да да а при этом часто милиция там не знаю представители власти на это внимание не обращают нужно ли за это доказывать конечно если рядом с детским садом входом детский сад куда ведут детей двух-трех лет бегают бойцовые собаки и при этом хозяин еще сам доходится в нетрезвом состоянии а он науськивает собаку играется собака это животное каких-то ситуациях она может вести себя неадекватно нужно ли применять к таким людям меры так сказать доказания конечно административные штрафы как правило хорошо сказываются на сознании подобных граждан квартирах если это повторяется неоднократно ладно сработала раз сигнализация ну вот есть товарищ там во дворе у которого там был отдых в каком стадии машины я не буду описывать да и они автослесарь да да там трогается там с десятого раза да там загаживает половину местности да потому что где работать и чего в этой машине и также работает сигнализация кто-то может ночью по 10 раз включаться безусловно такой товарищ должен нести за это ответственность потому что если он работает тем более на этой машине за деньги то он может положить часть денег в ремонт если он вообще занимается на там профессиональный извозом каким тоже касается и собак в квартирах то есть там в сша понятное дело купил себе остров и был разводи хоть олени хоть бегемотов хоть крокодилов как говорится боя боя имущество кого хочу того и развожу да здесь история другая в квартирах здесь постоянно сталкиваются люди с соседями а здесь есть проблемы с изоляцией звуковой так далее тому подобное поэтому безусловно надо как-то эти решать вопросы нужно ли в кодекс вносить думаю да главное как это будет на практике применять вот там-то и дело что как известно строгость российских законов нивелируется их необязательность необязательностью их исполнения и в этом плане прецедентная система например в сша или в англии намного правильнее и более рабочее чем здесь а почему многие законы не работают в россии во многом потому что они даже сформулированы криво то есть там что-то не не дописали какое-нибудь слово да не то что криво сформулировали нормально тут очень много вопросов русский человек всегда хочет найти лазейку обойти вот эту фигню яркий пример владимир владимирович путин которому не написали где где было написано что нельзя более двух сроков подряд быть президентом это значит что можно сколько угодно быть президентом просто не два срока подряд ну пусть да пусть кстати дальше вообще я бы не сложно это комментировать живу я в беларуси а вот люди которые живут в россии плюс вообще пусть вообще прокомментируют мне просто интересно да их взгляд нужно ли это вносить и будут ли эти люди соблюдать да я не понимаю зачем вот вносить например лай собак в кодекс если и так есть нарушение тишины в жилом доме как чем отличается лай собаки от другого нарушения тишины зачем то есть есть нормы звуковой безопасности или санэпидем станции она измеряет а извини лай собак он может вообще не превышать этих норм но с другой стороны если твой собак у тебя на протяжении 6 часов и при этом не превышает торм и ну да ставится вопрос да получается несуразность некая поэтому тут важно чтобы вообще люди прокомментировали что ли об этом думают то же самое допустим курение на балконах да когда люди выбрасывают бычки не падают на другие балконы получаются пожары да и вообще-то гадко когда я допустим не курю а там соседей праздник там празднуют семью и 5 человек выходит курит и порывом ветра весь этот смог от дешевых и не очень дешевых сигарет оказывается в моей комнате до появляется пассивное курение которые как известно очревато разными заболеваниями вот это тоже вопрос нужно ли это описывать возможно нужно а я считаю другое дело как это доказывать и как-то регулировать вопрос сложный да все-таки но в общем уважаемые зрители слушатели пожалуйста в комментариях под видео на ютюбе в комментариях на айтюнсе для еще можно послушать яндекс музыка спотифай google подкаст мы есть везде теперь слушайте наскать и нас реально уже слушают не только смотрят но и слушают нас все больше и больше любителей послушать наше клеветание на камеру клевету и конечно в комментариях предлагайте ваши темы которые за последнюю неделю вам чем-то приглянулись чтобы вам хотели чтобы вы хотели чтобы мы это обсудили постараемся уходить от коронавируса вот кстати в прошлой теме ты задвинул в прошлом выпуске ты задвинул про ленина народ перпишет антон молканов пишет что-то про ильича странного наговорил мужик ну конечно о чем рассказывать про ленина не странное не странное про ленина написаны кучи томов просто зачем вам не странное александр шапкин александр шапкин пишет по поводу того что изучают в школе невозможно объять необъятное и эти самые синусы и косинусы и логарифмы являются базовыми вещами при подготовке технических специалистов да так и есть кот дед написал спасибо за размещение на спотифай и вам спасибо что вы нас там слушаете алексей егошин спрашивает а что и реально у ленина были деньги в европе но ленина я просто реально что у ленина были деньги в европе да у ленина были деньги в европе дело в том что наличие отсутствия денег одно зависит от образа жизни а вот вопрос любителям истории возьмите ленин был ссылки в шушенском я быстро закончу потому что начинается опять ленинская тема у нас будет ленина так вот ленин был ссылки шушенском ссылка да это как бы по сути да как у нас там уехала отправили чувака на химию да и вы посмотрите вообще как он питался да вот рацион ленина и дай бог каждому так питаться до питался он очень очень хорошо плюс у него еще была прислуга вот люди которые находятся до химии у которых официально еще числится слуга который стол там накрывает застилает кровать и так далее то есть а есть люди для которых а есть определенный уровень до жизни которые как там есть экономисты говорят что там врач который получает миллион двести долларов да он тратит такое количество денег что в месяц что ему не хватает на жизнь до при том что он очень много зарабатывает тут есть люди которые привыкли к определенному уровню жизни они очень много тратят да и это нормально для них да это к вопросу о том сколько денег нужно человеку на жизнь и блога или мало денег это вопрос растяжимый это как у русского какого-то ресторатора спросили там недавно по поводу там кризиса связанного с болезнью там с непосещением ресторана он сказал что если человек был миллиардером до мультимиллиардер абури остался один миллиард тот привык ходить и там кушать до 1200 там долларов в день он будет продолжать ходить и кушать до 1200 долларов у него такой образ жизни для другого человека непонятно чего может там сожрать а другим говорят слушай так он мало ест вообще на спортсмен вегетарианец все до штуку 200 а вот там до 40 штук до человек доел как там боль типа в мультипайтон когда там человек ест и взрывается там за куски его разрывает в ресторане он обжирается это вопрос вообще трат как на что человек тратит того уровня жизни можно купить костюм за одни деньги можно за другие так далее и тому подобное то вопрос бытовой трат а ладно бог стим спасибо огромное за ваши комментарии вопросы все в этом мире неоднозначно безусловно я могу ошибаться но главное высказывать свою собственную индивидуальную субъективную точку зрения надо долине и останавливаться останавливаемся спасибо что нас слушали встретимся на следующей неделе всем пока пока